Рано утром водичка, а на завтрак два яичка. Вот такой вот, ребята, нехитрый завтрак очень хорошо помогает стартовать при похудении. Вот пару яичек, можно овощей, вот огурец я нашел, чашечка черно-зеленого чая без сахара. Вот так вы, если вот перекусите, два яичка вам дадут сытность, то есть, ну, до первого перекуса вообще спокойно ходить, не напрягаясь. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну, если прям уж совсем не можете, можете кусочек хлеба с маслом намазать, тогда будет еще сытнее. Приятного всем аппетита! А на перекус у нас сегодня французский сыр бри. Он дорогой, поэтому много не жри. Так сказала мне жена. Ну и, соответственно, ребят, вот помните, я поднимал эту тему и говорил, вот если у вас зажоры там, или вы не можете наесться, как говорится, покупайте себе дорогие продукты, вот понимаете, понимая, что это дорогой французский сыр, я не буду жрать, знаете, как простого голландского, 200 грамм могу сожрать, а этот буду аккуратно жевать маленькими кусочками. Видите, у него такие белые полосочки, тоже специальный какой-то состав. И чашечку кофе не забудьте выпить с ним. Это будет вкусно. Приятного всем аппетита! Ребята, не знаю, ПП это или ЗОЖ, но я люблю этот зеленый борщ, потому что, во-первых, здесь и шпинат, и щавель, и петрушка, и укроп, яички, немножко картошки мы ложим, немножко буквально, и рис. Сметана 15% и все готов, очень вкусный и полезный. Я всегда его использовал при похудении. Я считал, калорийность у него небольшая. Можно с мясом, можно без мяса, у кого как есть. Если мяско добавляется, увеличивается количество белка в этой порции. Если нету, то и так, тоже из-за яйца белка здесь будет достаточно. Приятного всем аппетита! Если грустно от тоски, ходишь словно зачарованный, набейте фаршем кабачки, получите кабачок фаршированный. И сметанки не забудьте добавить. Приятного всем аппетита! 21.00. Посмотрите, какая красота! Пошел сезон фруктов, ребята! И черешня, и клубника, и белая черешня. Ну и йогурт мой натуральный. Вот, ребята, вот скушали, и вот, ну вот, честно говорю вам, не страшно это, понимаете? Не будете вы от этого набирать. Вот в 9 часов скушал, все, и спокоен я, и сытый, и никуда я не ломлюсь в 11-12 ночи к холодильнику. Поэтому, ну вот, это моя тактика, я так. Кто там любит смотреть великих докторов, которые сами не могут похудеть, пользуйтесь ихними наработками. Ну, только почему-то он никто от их них диет не похудел. Они сами, блин, не знают уже, что придумывать. То они говорили нельзя, теперь они говорят можно, теперь опять нельзя, теперь, ну, короче, и сами плавают, сами не могут решить, что можно, что нельзя. Каждую неделю новые предположения. То им запивать водой, то не запивать. А вы вот, понимаете, думайте своей головой, запивать вам или не запивать. Если вам хочется запить сухую пищу, то запейте ее. Если вы кушаете суп, то не надо суп запивать, понимаете. Приятного всем аппетита. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирук опять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.